Ему 92 года, а он по-прежнему начинает каждое утро с зарядки, встает на лыжи и пишет статьи. Он стал примером для многих чувашских журналистов, хотя для самого Реваката Моисеева это была не работа, а просто хобби. Первые читатели его заметок появились еще когда Ревакат учился в начальных классах. С одним из самых старейших журналистов республики познакомились мои коллеги. В его багаже огромное количество статей, все они хранятся в шкафу, вот в таких толстых папках. Но до сих пор ветеран помнит о своей первой работе. Она не попала в коллекцию подшивок, потому что не была напечатана в типографии. Прочесть ее можно было только в школьной стенгазете. О чем статья Ревакат Моисеев готов рассказать и сейчас, хотя написал этот материал более 70 лет назад. Тогда он стал свидетелем, как его одноклассниц лишают пионерских галстуков. В то время это было суровым наказанием. Но именно эта история, говорит ветеран, заставила его взяться за перо. Жизнь пионерская организация, как там писал, в лучших учениках написал такие заметки. Окончив школу с неплохим творческим резюме, он устроился работать в колхоз. Выполняя обязанности с щитовода, Ревакат Моисеев успевал два раза в месяц выпускать из стенгазету. А на фронте ветерану поручили боевые лески своей роты. Он участвовал в боях на Курской дуге, где получил тяжелые ранения в голову. В 44-м году его признали инвалидом и направили обратно домой. После войны он вновь взялся за перо и даже писал статьи на экономические темы. Эту сферу Ревакат Прохорович знал изнутри. Долгое время он трудился кредитным инспектором, а потом и управляющим отделением банка. Но больше всего ветеран тяготел к фильеттонам и критическим статьям. Критическую заметку писал у него некоторые, которые пьянцы, некоторые потом благодарили даже. Но другой, конечно, обижались. 8 апреля 1959-го. Журнал «Капкан». Именно в эти годы начали печататься одни из первых статей Реваката Моисеева. Даже в то время он не боялся писать фильеттоны и высмеивать советскую власть. К примеру, в этом номере журналист описал нелепый случай из жизнеработников обычного колхоза. Его статьи печатались на страницах многих газет и журналов. «Коммунизм Ялавик», «Апкан», «Хыбар». А 50 лет назад под своими материалами он начал подписываться и другими инсалами. Ревакат Рубин. Этот псевдоним на страницах появился случайно, по ошибке редактора газеты. Как-то не Моисеев, просто написал Рев Рубин. Я вот так начал писать потом. Кто-то из работников газеты там. Но на работника издания ветеран не обиделся. Такой псевдоним ему пришелся по душе. И по сей день он подписывает им свои статьи. Несмотря на почтенный возраст, Ревакат Прохорович продолжает писать. Причем делает это по столинке на печатной машине. В журнале «Капкан» недавно появилась новая заметка ветерана. Причем за это он даже перестал требовать гонорары. Мне надо вот в журнал «Капкан» я написал заявление, чтобы мне гонорар не начислили. Но труды ветерана журналистики не остаются незамеченными. Его многолетнюю работу отметили на празднике Дня печати. Ревакату Моисеева вручили диплом в номинации «Народный корреспондент». Медриковалев, Андрей Спиридонов и Николай Яковлев. Республика.